Восстанавливать горевший в центре Москвы дом будут полгода. Восстанавливать горевший в центре Москвы дом будут полгода. 21.8 РИО Новости, Рамиль Сиддиков, жилой дом на Никитском бульваре в Москве, где произошел пожар. РИО Новости, Рамиль Сиддиков, Москва, 8 ФИФРИА Недвижимость. Восстановительные реставрационные работы в доме 12 на Никитском бульваре в центре Москвы, где в ночь на понедельник в крупном пожаре погибли 8 человек, займут не менее полугода, сообщили РИА недвижимость в столичном департаменте капитального ремонта. Крупный пожар в доме на Никитском бульваре начался в ночь на понедельник и быстро охватил тысячу квадратных метров, обрушив перекрытие между этажами. По последним данным источника РИА новости, погибли 8 человек. Чрезвычайное происшествие расследуется в рамках уголовного дела о причинении смерти по неосторожности. О подозреваемых не сообщалось. 5 февраля, 17.05 Юрий Башмет плохо себя чувствует после пожара в квартире дочери, как рассказали в департаменте. Сейчас в доме ведутся противоаварийные и восстановительные работы, предусматривающие усиление конструкции перекрытий, поврежденных пожаром. Вывозится мусор из сгоревших элементов здания и предметов обихода. Дополнительно идет просушка всех помещений дома, которые пострадали при тушении пожара. Восстановительные и реставрационные работы будут завершены не ранее, чем через 6 месяцев, уточнили в ведомстве, добавив, что сейчас эти мероприятия рассчитываются и проектируются. После завершения расчетов и проектных решений будет определена стоимость ремонтных работ. 5 февраля, 15.51 сгоревшая квартира дочери Юрия Башмета не была застрахована. После разбора завала проведут дополнительные исследования и изыскания, которые покажут нанесенный ущерб от пожара и необходимость в дополнительных мероприятиях, также сообщили в департаменте. Крупный пожар в жилом доме в центре Москвы РИА Новости, Евгений Одинаков, пожар начался ночью на пятом этаже и перешел на шестой. Между этажами обрушились перекрытия. 1 из 12 пожар начался ночью на пятом этаже и перешел на шестой. Между этажами обрушились перекрытия. РИА Новости, Евгений Одинаков РИА Новости, МЧС России была опасность, что огонь распространится на седьмой этаж, чердак и лестничные клетки. 2 из 12 была опасность, что огонь распространится на седьмой этаж, чердак и лестничные клетки РИА Новости, МЧС России РИА Новости, МЧС России пожару присвоили повышенный уровень сложности 3 из 12 пожару присвоили повышенный уровень сложности РИА Новости, МЧС России РИА Новости, Евгений Одинаков, сразу после возникновения чрезвычайной ситуации организовали штаб 4 из 12 сразу после возникновения чрезвычайной ситуации организовали штаб РИА Новости, Евгений Одинаков РИА Новости, Евгений Одинаков, из горящего здания эвакуировали более 40 жителей дома, в том числе 8 детей 5 из 12 из горящего здания эвакуировали более 40 жителей дома, в том числе 8 детей РИА Новости, Евгений Одинаков РИА Новости, Евгений Одинаков, жильцов двух наиболее пострадавших квартир расселили в гостинице 6 из 12 жильцов двух наиболее пострадавших квартир расселили в гостинице РИА Новости, Евгений Одинаков РИА Новости, Евгений Одинаков Двоих пострадавших в тяжелом состоянии отправили в институт имени Склифосовского Семь из двенадцати двоих пострадавших в тяжелом состоянии отправили в институт имени Склифосовского РИА Новости, Евгений Одинаков РИА Новости, Евгений Одинаков Горение ликвидировали к пяти утра Восемь из двенадцати горения ликвидировали к пяти утра РИА Новости, Евгений Одинаков РИА Новости, Евгений Одинаков При тушении и разборе завалов пожарной обын-оружии летело 7 человек 9 из 12 при тушении и разборе завалов пожарной обын-оружии летело 7 человек РИА Новости Евгений Одинаков РИА Новости МЧС России следователи возбудили уголовное дело 10 из 12 следователей возбудили уголовное дело РИА Новости МЧС России РИА Новости Рамиль Сиддиков По предварительным данным, причиной пожара могла стать неисправность электрооборудования 11 из 12 по предварительным данным, причиной пожара могла стать неисправность электрооборудования РИА Новости, Рамиль Сиддиков РИА Новости, Рамиль Сиддиков Дом, где произошел пожар, является объектом культурного наследия В 2016 году фасад здания отремонтировали по программе «Моя улица» 12 из 12 дом, где произошел пожар, является объектом культурного наследия. В 2016 году фасад здания отремонтировали по программе «Моя улица». РИА новости, Рамиль Сиддиков 1 из 12 пожар начался ночью на пятом этаже и перешел на шестой. Между этажами обрушились перекрытия. РИА новости, Евгений Одинаков 2 из 12 была опасность, что огонь распространится на седьмой этаж, чердак и лестничные клетки. РИА новости, МЧС России 3 из 12 пожару присвоили повышенный уровень сложности. РИА новости, МЧС России 4 из 12 сразу после возникновения чрезвычайной ситуации организовали штаб. РИА новости, Евгений Одинаков 5 из 12 из горящего здания эвакуировали более 40 жителей дома, в том числе 8 детей. РИА новости, Евгений Одинаков 6 из 12 жильцов двух наиболее пострадавших квартир расселили в гостинице. РИА новости, Евгений Одинаков 7 из 12 двоих пострадавших в тяжелом состоянии отправили в институт имени Склифосовского. РИА новости, Евгений Одинаков 8 из 12 горения ликвидировали к 5 утра. РИА новости, Евгений Одинаков 9 из 12 при тушении и разборе завалов пожарной обын оружия летело 7 человек. РИА новости, Евгений Одинаков 10 из 12 следователей возбудили уголовное дело. РИА новости, МЧС России 11 из 12 по предварительным данным, причиной пожара могла стать неисправность электрооборудования. РИА новости, Рамиль Сиддиков 12 из 12 дом, где произошел пожар, является объектом культурного наследия. В 2016 году фасад здания отремонтировали по программе «Моя улица». РИА новости, Рамиль Сиддиков